Натуральная оспа Натуральная оспа, черная оспа, лад, вариола, вариола вера, прослав. Звездочка асера, сыпь, высокозаразная вирусная инфекция, особо опасная болезнь, характеризуется тяжелым течением, лихорадкой, сыпью на коже и слизистых оболочках, нередко оставляющей после себя рубцы. Ее вызывают два вида вирусов, вариола мейджор, летальность 20-40%, в некоторых эпидемиях, до 90%, и вариола майны, летальность 1-3%, которые относятся к семейству паксвирида, подсемейство чердопаксвирина, рода архопаксвирус. Люди, выживающие после оспы, могут частично или полностью терять зрение, и практически всегда на коже остаются многочисленные рубцы в местах бывших язв. Переболевшие оспой обладают стойким иммунитетом к этой болезни. Последний случай заражения оспой в естественных условиях был зарегистрирован 26 октября 1977 года в сомалийском городе Марка. Летом 1978 года был зафиксирован самый последний известный случай оспы, в результате внутрилабораторного заражения, который унес жизнь 40-летний Дженет Паркер, медицинского фотографа. Исторический обзор. Эволюция вируса. Время появления вируса натуральной оспы точно неизвестно. Скорее всего, его эволюционная линия обособилась между 68 и 16 тысячами лет назад. Широкий диапазон дат связан с различными отсчетами, используемыми для калибровки молекулярных часов. Одна клада штаммов принадлежит вариола Мейджор, вируса, вызывающего клинически более тяжелую форму заболевания, которая перешла на человека и распространялась из Азии между В и XVI веками. Вторая клада включает две разновидности вариола Аластрим Майны, фенотипически мягкая форма оспы, описанная в Америке и изолированная в Западной Африке, которая отделилась от общего предка вируса натуральной оспы между XV веком ДН. Э. и VII веком Н. В дальнейшем эта клада разошлась на две субклады около XIII века. Оспа до эпохи массового оспопрививания Упоминания об оспе встречаются еще в работах Гиппократа и Галена. У арабов, по свидетельству арабского врача Арона, жившего в VII веке, оспа была известна с древних времен. Первое подробное описание сделал, возможно, Абу-Бакар Мухаммад Ар-Рази. Авицено первым описывал оспу как заразную болезнь. В связи с генетическим сходством вируса оспы верблюдов и оспы человека, предполагается, что вирус оспы перешел к человеку от верблюдов. Эпидемия черной оспы впервые прокатилась по Китаю в IV веке, а в середине VI века поразила Корею. В 737 году от оспы вымерло более 30% населения Японии, уровень смертности в густонаселенных районах доходил до 70%. В Индии существовала особая богиня оспы – Мариателе. Ее изображали в виде молодой женщины в красной одежде, обладающей весьма вспыльчивым характером. По преданию, однажды она за что-то рассердилась на своего отца и в гневе бросила ему в лицо свое золотое ожерелье, и там, где бусины коснулись кожи, появились пустулы. Помятуя об этом, верующие старались задобрить и умилостивить Мариателе, приносили ей жертвы. В Корее эпидемии оспы объясняли посещением духа, которого называли «уважаемый гость оспа». Ему ставили алтарь, куда приносили лучшую еду и вина. Некоторые исследователи считали, что оспа упоминается в Библии, Исход, ГЛ, АЭКС, стих 9-10, где, в описании десяти казней египетских, сказано, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами, во всей земле египетской, хотя под нарывами, могла пониматься другая кожная болезнь. В.В. Светловский писал, что из Индии оспа была распространена в другие регионы войсками Александра Македонского, а в 60-м году до нашей эры появилась в Древнем Риме. Предполагалось, что оспой являлась Антонинова чума. Во II веке поразившая римские легионы Марка Аврелия, но описание Антониновой чумы галеном не соответствует характеру течения заболевания при заражении натуральной оспой. Согласно достаточно достоверным научным данным, первым описанием эпидемии оспы в западной части Старого света является краткое упоминание в Коране, написан в 632 году, в 569-570 годах, войско эфиопов, осаждающее Мекку, было поражено неизвестной им болезнью. В VI веке оспа уже хозяйничала в Византии, будучи занесенной в последнюю из Африки при Юстиниане Ай. Арабы-мусульмане, приступив к завоеваниям, в VII-VIII веках разнесли оспу от Испании до Индии. История засвидетельствовала появление оспы в Сирии, Палестине и Персии в VII веке, в Сицилии, Италии, Испании и Франции в следующем, восьми, столетии. С VI века оспа фигурирует под сохранившимся до сих пор ее латинским названием Вариола, впервые употребленным епископом Марием из Аванша в 570 году. С этого времени оспа, под своим несменяемым именем, уносила ежегодно множество жизней в Европе. Среди норманов, во время нашествия их на Париж, в 846 году, распространилась до ужасающих размеров. Заболелый приближенный короля Карла Лысого Коббо. Король, из опасения, что зараза дойдет до него самого и его двора, приказал убить всех зараженных, а также и всех находившихся при больных. Такая радикальная мера дает понятие о силе и жестокости болезни, против которой она была принята. С другой стороны, уже рано стали предъявлять к медицине неотступное требование спасения от этой болезни и жестоко наказывали беспомощность врачей. Бургундская королева Аустригильда, умирая от оспы, просила своего супруга, в виде последней милости, казнить ее обоих врачей, если они не сумеют спасти ее. Король Гунтран исполнил ее просьбу и приказал изрубить мечами ученых врачей Николауса и Донатуса. Придуманные против оспы заклинания, молитвы и талисманы, конечно, нисколько не содействовали ослаблению оспы, равно как и тогдашние методы лечения, например, когда больного одевали в красную одежду, чтобы «выманить оспу наружу». Распространение болезни дошло до такой степени, что редко можно было встретить человека, не перенесшего оспу, поэтому в средние века у немцев и сложилась поговорка «Fon po ken und die liebe bliebenen you are we nicht free», немногие избегнут оспы и любви. С 15 века Европа уже представляла как бы сплошную оспеную больницу, так что врачи, например, Меркуриализ, стали утверждать, что «каждый человек должен болеть оспой», по крайней мере один раз в жизни. Английский врач Кильвай в своем трактате об оспе, 1593 год, считал излишним вдаваться в подробное описание этой болезни, так как она хорошо известна почти каждому. Из Европы оспа попала в Америку, где в 1527 году городе она унесла много миллионов жизней индейцев, полностью вымерли многие племена. В 1577 году и 1586 году страшные оспены и эпидемии терзали Францию, о которых Болоний писал, такой смертности не случалось на памяти людей, умирали почти все, которые были поражены оспой. Известный английский историк Томас Маккалей, говоря о смерти королевы Марии, погибшей от оспы в конце XVII столетия, замечает, что эта болезнь была в то время одной из самых ужасных пособниц смерти, моровая язва или чума была более смертельна. Но зато она посетила наш берег лишь однажды или дважды на памяти людей, тогда как оспа неотступно пребывала между нами, наполняя кладбище покойниками, терзая постоянным страхом всех тех, которые еще не болели ею, оставляя на лицах людей, жизнь которых она пощадила, безобразные знаки, как клеймо своего могущества, делая ребенка неузнаваемым для родной матери, превращая красавицу-невесту в предмет отвращения в глазах жениха. Оспа не щадила никого, говорит профессор Эммерман, ни знати, ни черни, она распространяла свою губительную силу так же часто в хижинах бедных, как и в жилищах богатых, она проникала во дворцы государей и не раз угрожала европейским династиям. Начиная с XVII столетия имеется уже много фактических данных об оспе, зарегистрированных современниками. Так как не было страны в старом и новом свете, в которой не свирепствовала бы оспа, то получается страшная картина истребления и обезображения человечества. Во многих государствах сохранились статистические данные о смертности от оспы. Так, в Британском музее имеются такие сведения о смертности в Лондоне в XVII столетии. В следующем столетии ужасный оспиный мартиролог продолжался «Едва ли один человек из тысячи не был болен оспой», писал в 1747 году Мед, а под конец столетия, в 1788 году, Плетт говорит, в своих «очерках сравнительной смертности во все времена, ниже следующей об оспе, редко кто избегает этой болезни, особенно в многолюдных городах, где очаги заразы существуют постоянно. Едва ли горсть людей, уроженцев столицы, может быть уверенной, что избежала этой заразы, которая кроется везде вокруг них. От оспы умирала 1 шестую 1 восьмая часть всех заболевших, а у маленьких детей смертность достигала даже 1 третью. По отношению к общей смертности на долю оспы выпадала 1 четвертую и даже более 1 третьей. Общая цифра всех смертных случаев от оспы определялась в Пруссии, к началу XIX века, в 40 тысяч человек. По Юнкеру, в 1796 году в Германии от этой болезни погибло 70 тысяч жителей. Вообще же вычислили, что в Европе ежегодно умирало от оспы более полутора миллионов человек. Во Франции XVIII века, когда полиция разыскивала какого-нибудь человека, то в качестве особой приметы указывалось, знаков оспы не имеет. Широкое распространение оспы явилось одной из причин злоупотребления косметикой. Толстый слой белил и румян, наложенный на лицо, позволял не только придать коже желаемый оттенок, но и замаскировать оспеные шрамы. Вариоляция. Ар-Рази и Авиценна оставили классические описания натуральной оспы. Ар-Рази также упоминала вариоляции, прививки легкой человеческой оспы, которая явилась первым серьезным противодействием человека в его борьбе с этой инфекционной болезнью. Вариоляция состояла в прививке оспеного гнояя из созревшей пустулы больного натуральной оспой, приводившей к заболеванию оспой в легкой форме. Этот способ был известен на Востоке по крайней мере с раннего средневековья, в Индии о нем сохранились записи VIII века, а в Китае – X века. Вариоляция проделывалась над малолетними девочками, предназначенными для гаремной жизни, чтобы сохранить их красоту от оспенных рубцов. Также этот способ употреблялся в Африке, Скандинавии, у местных народностей Урала и Сибири. В Европу данная методика была впервые привезена из Турции супругой британского посла в Константинополе Мэри Уортли Монтегю в 1718 году, которая, узнав о вариоляции у турок, привела своего шестилетнего сына. В Англии, после опытов над преступниками и детьми из церковных приютов, оспа была привита семье британского короля Георга I. В первые восемь лет в Англии оспа была привита 845 людям, из которых 17 не вынесли ее и умерли, то есть вариоляция давала 2% смертности. Так как натуральная оспа приводила к смертности в 10-20 раз больше, то вариоляция пользовалась поначалу широкой популярностью. Однако она не только иногда приводила к смерти привитых от оспы, в числе жертв был знаменитый теолог Джонатан Эдвардс в 1758 году, но зачастую сама вызывала эпидемии и не всегда предохраняла перенесших инокуляцию от последующего заражения оспой, как указывал, например, В.В. Светловский. Отчасти это было связано с тем, что непосредственно прививками зачастую занимались неквалифицированные врачи и шарлатаны. Английский врач Гибердион доказал в конце 18 века, что за 40 лет применения вариоляции в одном Лондоне погибло на 25 тысяч больных больше, чем за столько же лет до введения прививок. Анджело Гатти опубликовал в 1760 году книгу о правильном произведении вариоляции, указывая, что «прививку должно производить нежным поверхностным уколом, а отнюдь не глубокими разрезами или, что еще хуже, при помощи заволок и фонтанелей, к которым прикладывали губки и монеты, смоченные оспенным гноем». Его труд пользовался большой популярностью, но не смог поправить дела. Вариоляция была запрещена во Франции актом парламента в 1762 году, но просуществовала в Англии до 1840 года. Несмотря на это, врач Ватсон, не имея безопасной оспенной вакцины, применил ее в 1862 году на корабле в море, когда среди матросов началась эпидемия, причем все 363 привитых выжили, в то время как 9 из 12 больных оспой скончались. Обыкновенно в Европе говорят, что англичане сумасшедший и экзальтированный народ, сумасшедший, так как они своим детям прививают оспу, чтобы воспрепятствовать появлению ее у них, экзальтированный, так как они с радостью сообщают своим детям эту ужасную болезнь с целью предупредить зло еще неизвестное. Англичане же с своей стороны говорят, прочие европейцы, трусы и люди вырождающиеся, трусы потому, что они боятся причинить детям незначительную боль, выродившиеся люди потому, что подвергают своих детей опасности погибнуть от оспы. Вакцинация. В конце 18 века несколько наблюдателей обратили внимание на коровью оспу, болезнь, часто встречавшуюся у лошадей и коров. У последних она проявлялась в виде пустул, пузырьков с гнойным содержимым на вымене, очень напоминавших оспеные высыпания у человека. Однако коровья оспа у животных протекала значительно доброкачественнее, чем натуральная оспа у человека, и могла ему передаваться. Доярки часто переносили коровью оспу, но впоследствии не болели натуральной. Факт, что в английской армии 18-го столетия заболеваемость оспой в кавалерии была значительно ниже, чем в пехоте, представляет собой явление того же порядка, инфицирование оспой лошадей, которая сообщала иммунитет к натуральной. Еще в 1765 году городе врачи Сутон и Фьюстер, Фьюстер, сообщили лондонскому медицинскому обществу, что оспа у дойных коров, если ею заражается человек, предохраняет его от заболевания натуральной человеческой оспой. Лондонское медицинское общество не согласилось с ними, признало их наблюдение простой случайностью, не заслуживающей дальнейшего исследования. Однако в 1774 году английский фермер Бенджамин Джести успешно привил коровьей оспой свою семью, и тоже сделал немецкий учитель Петер Плетт в 1791 году. Независимо от них это обнаружил английский врач и натуралист Эдвард Дженнер, который, наблюдая за естественными случаями коровьей оспы 30 лет, 3, 14 мая 1796 года города решился произвести публичный опыт прививания коровьей оспы. В присутствии врачей и посторонней публики Дженнер снял оспу с руки молодой доярки Сары Нелымес, заразившейся коровьей оспой случайно, и привил ее 8-летнему мальчику Джеймсу Фиппсу. Оспа принялась, развилась только на привитых двух местах и протекла нормально. Затем 1 июля того же года Дженнер привил Фиппсу натуральную человеческую оспу, которая, как у защищенного предохранительной прививкой, не принялась. Два года спустя Дженнер опубликовал свою работу под названием «Enn-Enciri-Into-The-Caseous-And-D-Effects-O-F-Z-Voreola-Vaccina», «Odysis-Discavet-In-Samo-F-Z-U-Eastern-Canti-So-F-England», «Particularly in Glastirshire, and known by the name of Co-Pocus», «Исследование о причинах и действиях вореола-вакцина», «Болезни» обнаруженной в некоторых западных графствах Англии, особенно в Glastirshire, и известной под именем коровьей оспы, с таблицами «L-1798», «Angle». В этой брошюре Дженнер указывал, что коровья и натуральная оспа есть две формы одной и той же болезни, так что перенесение коровьей оспы сообщает невосприимчивость к натуральной. Отступление человека от образа жизни, предначертанного ему природой, явилось для него причиной множества болезней. Обожая блеск, потакая своему желанию роскоши, и любя развлечения, он окружил себя великим числом животных, которые, возможно, не были изначально предназначены быть ему товарищами. Корова, свинья, овца, и лошадь, все они, ради различных целей, находятся под его опекой и покровительством. Неразумно ли будет предположить, что источник оспы есть заразительная материя особого рода, произошедшая от болезни лошади, и что случайные обстоятельства, снова и снова возникавшие, изменили эту болезнь так, что она обрела ту заразную и злокачественную форму, которую мы обычно видим при опустошениях среди нас. В 1800 году вакцинация была признана обязательной в английской армии и на флоте. В эти годы она распространилась в английских колониях, Северной Америке и далее в Европе. В 1803 году испанский король, убежденный в пользе вакцинации, приказал своему личному врачу Франциску Хавьеру де Бальме доставить вакцину в испанские владения в Северной и Южной Америке. Чтобы продержать ее в пригодном состоянии во время путешествия, врач взял из сиротских приютов Испании 22 мальчиков в возрасте от 3 до 9 лет, прежде не имевших коровьей или натуральной оспы. Во время переезда через Атлантический океан де Бальме прививал сирот, живой цепочкой. Двое детей были привиты перед отъездом, и когда пустулы коровьей и оспы появились на их руках, отделяемая из тех язв была употреблена для вакцинации двух следующих детей – Англ. В 1807 году Бавария стала первой страной, где оспопрививание было сделано обязательным для населения. В первые годы после изобретения вакцинации она производилась с руки на руку, коровья оспа прививалась одному человеку, затем, через несколько дней, отделяемая снималась с места прививки и использовалась как материал для следующей вакцинации. Этот способ, прививка гуманизированной лимфы, требовал повреждения оспинки на руке у привитого, при съемке прививочного материала, что могло вызвать воспаление в месте прививки и замедлить заживление ранки. Кроме того, вместе с коровьей оспой могли передаваться возбудители различных болезней, в том числе сифилиса и рожи. Все это, вместе взятое, побудило обратиться к животной лимфе. Оказалось, что безусловно безопасной является оспа-утелят, которым первоначально привита самородная коровья оспа. Снятую у телят оспу прививают людям и ту же телячью оспу прививают другим телятам. Со времени употребления телячьей оспы, с 1860-х годов, оспа-прививание стало доступно массам, так как стало возможно добывать потребный оспиный материал в любом количестве, весьма дешево и распространять оспа-прививание, не встречая сопротивления в народе, которому инстинктивно были противны съемка оспы и прививание с руки на руку. Простейший способ приготовления вакцины состоял в соскабливании оспиных пустул у телят и растирании с глицерином, оспиный детрит. Уже в 20 веке была предложена леофильно высушенная вакцина. Такая вакцина обладала устойчивостью к температурному фактору, что было чрезвычайно важно для стран тропической Африки, Азии, Южной Америки, где жидкий препарат быстро инактивировался. Оспа и оспа-прививание в России В России, как и повсюду, оспа не была редкостью, об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что существует более десятка русских фамилий, образованных от разных диалектных слов, обозначавших специфический внешний вид людей, которые переболели оспой, рябовы, рябцевы, рябинины, щедрины, шадрины, корявины и дыре. Однако само слово «оспа» встречается впервые лишь в 1653 году в переписке доктора Белау, прозванного в России Белаусовым, с аптекарским приказом, которому он предложил приобрести у него чудодейственное средство, инрок, единорог, против нее. В 1680 году уже был издан указ о мерах предупреждения против распространения оспы, за которым позже последовали разные правила о порядке объявления и пресечения развития этой болезни. В начале 17 столетия, начиная с 1610 года, оспа начала распространяться в Сибири, среди остяков, а в 1788 году городе достигла Камчатки, истребив одна третья, одна вторая и даже три четвертых иных племен. Желая предохранить себя от заразы, устраняли больных оспою, избегали всяких сношений с ними, но и эти меры предосторожности не помешали однако императору Петру II заразиться и умереть от оспы 18 января 1730 года, на 15-м году жизни. Смертность доходила до таких громадных размеров, что барон Демсдаль, в 1768 году, уверял, будто в России ежегодно умирает от оспы 2 миллиона людей, между тем как во времена Екатерины у нас не только не имели понятие о цифре смертности в России, но даже и не знали числа городов. 14-летний император Петр II скончался от оспы в 1730 году, городе заразился он после того, как один из князей Долгоруких, имея у себя дома больных оспой, явился к царскому двору, невзирая на воспрещение этого, сделанное Меншиковым еще в 1727 году. Также натуральную оспу впоследствии перенес Петр III еще до того, как стал императором. Первые прививки «вариоляции» в России сделал специально приглашанный из Англии врач Томас Демсдель. При этом Екатерина II решила подать подданным личный пример, в ночь на 12, 23, октября 1768 года прививку от оспы сделали самой императрица. Материал для прививки был взят у крестьянского мальчика Александра Маркова, за что ему впоследствии были пожалованы дворянства, фамилия Марков Оспиной и дворянский герб с изображением обнажанной руки, выше локтя которой имелась зрелая оспина. Среди первых привитых оказались также великий князь Павел Петрович и великая княгиня Мария Федоровна. Через несколько лет также были привиты и внуки Екатерины Александра и Константин Павловича. Оспенную материю для последней прививки дал 12-летний Александр Брискорн, будущий генерал-майор, которого оспа за это приняли в инженерный корпус. В 18 веке от натуральной оспы в России умирал каждый седьмой ребенок. В конце 18 века вариоляции подлежали все поступающие в кадетские корпуса, если они до того не переносили натуральные оспы. Тогдашний кадет, будущий историк, писатель Сергей Глинка, описывал это в своих воспоминаниях. В корпусе был учрежден оспенный залив. Хотя у меня еще дома была сильная оспа, но она не оставила никаких следов, а потому в числе 80 кадет поместили туда и меня, тут же был и десятилетний товарищ мой головня. По привитии оспы он слег. В виде его страдания, я ухаживал за ним, когда он кликал меня голосом слабым и унылым. На руках моих он испускал последнее дыхание. Несмотря на подобные несчастные случаи, неизбежные при массовых прививках потенциально смертельные вакцины, вариоляция распространилась во многих городах Российской империи. Были открыты оспенные дома в Санкт-Петербурге, Москве, Орниенбауме, Царском селе, Киеве, 1783 год, и даже в Иркутске, 1772 год. За каждого привитого выдавали серебряный рубль. Екатериной II был издан указ об обязательном оспопрививании. Однако, благодаря тому, что дело попало сразу в руки грубых неучей, оспенников, благодаря тому, что полиции пускались в ход насильственные приемы для привлечения населения к прививкам, а население, при общей неразвитости, не понимало и не могло понять пользу прививок, благодаря всему этому, закон о прививках успеха не имел. К этому времени и в Европе наступает разочарование в целесообразности вариоляции. В России вакцинация по методу Дженнера была начата в октябре 1801 году. Оспопрививание было произведено в Московском воспитательном доме профессором Е. Мухиным. Материал для прививок был прислан вдовствующей императрицей Марии Федоровной, состоявшей в переписке с самим Дженнером, по данным из немецких источников, вакцина была прислана из Бреславля доктором Фризе, а прививку осуществил врач Шульц. Первым привитым стал воспитанник Антон Петров. По повелению императрицы Петрову была присвоена фамилия вакцинов, и он был награжден пожизненной и пенсией. Воспитательный дом на долгое время стал важным московским оспопрививательным пунктом, где самостоятельно изготавливали вакцину и прививали всем желающим. Дженнер в 1814 году посетил Россию, и был представлен императору Александру Первому. В 1802 году доктор Франц Буттадз, изучавший вакцинацию в Англии, совершил по поручению правительства поездку по России для прививания оспы. Выехав из Санкт-Петербурга, он через Новгород, Тверь, Москву, Калугу, Тулу, Курск и т.д. добрался до Нерчинской и Кяхты, а обратный путь совершил по другой дороге. В 1815 году в России был учрежден оспопрививательный комитет, на обязанности которого лежало составление списков детей, которым оспа не была еще привита, и подготовление искусных оспенников. В распространении в России оспопрививания видное участие принимало Вольное экономическое общество, особенно с 1824 года, когда в составе общества открыто было отделение под названием «Попечительного о сохранении здоровья человечества и всяких домашних животных». Общество рассылало по всей России оспенную материю, инструменты, заботилось о подготовке опытных оспопрививателей, распространяло сотни тысяч брошюр на русском и нароческих языках. Впоследствии функции оспопрививания были переданы земским учреждениям. Однако до Октябрьской революции в России все еще не была введена обязательная вакцинация, что сильно сказывалось на статистике смертности. В конце XIX века медик-писатель Светловский писал, в Англии, где введены обязательные вакцинации и ревакцинация, умирает в среднем за год от этой болезни один, и самое большее – 12 человек. Заметим, это во всей Англии, в Австрии же, не имеющей обязательного закона, в самые лучшие годы умирает от оспы не менее пяти тысяч человек за год. В одной Вене, или у нас в Варшаве, умирает от оспы ежегодно более, чем в целой Англии или даже в целой Германии. 10 апреля 1919 года города вышел декрет СНК РСФСР, об обязательном оспопрививании, имевший всеобщий характер. В 1924 году был издан новый закон об обязательной вакцинации и ревакцинации. В 1919 году было зарегистрировано 186 тысяч больных натуральной оспой, в 1925 году – 25 тысяч, в 1929 году – 6094, в 1935 году – 3177, к 1936 году натуральная оспа в СССР была ликвидирована. Вспышка оспы в Москве в 1959-1960 годах. Хотя болезнь и была побеждена в границах СССР путем всеобщей вакцинации еще в 1936 году, вспышка оспы, завезенной из-за рубежа, произошла в Москве в декабре 1959-январе 1960 года. Благодаря эффективной работе эпидемиологической службы, органов правопорядка и государственной власти она была быстро локализована и побеждена. За месяц было вакцинировано 5 миллионов 559 тысяч 670 москвичей и более 4 миллионов жителей Подмосковья. Московский художник Кокорекин посетил Индию. Ему довелось присутствовать на сожжении умершего брамина. Набравшись впечатлений и подарков для любовницы и жены, он вернулся в Москву на сутки раньше, чем его ждала жена. Эти сутки он провел у любовницы, которая отдал подарки и в объятиях которой не без приятности провел ночь. Подгадав по времени прилет самолета из Дели, он на следующий день приехал домой. Отдав подарки жене, он почувствовал себя плохо, повысилась температура, жена вызвала «скорую помощь» и его увезли в инфекционное отделение больницы имени Боткина. К утру больной затяжелел и умер. Производивший вскрытие патологоанатом пригласил в секционный зал заведующего кафедры академика Эна Краевского. К Николаю Александровичу приехал в гости старичок патологоанатом из Ленинграда, его пригласили к секционному столу. Старичок посмотрел на труп и сказал, да это, батенька, вариола Вера, черная оспа. Старик оказался прав. Завертелась машина советского здравоохранения. Наложили карантин на инфекционное отделение, КГБ начал отслеживать контакты Кокорикина. Как выяснилось, жена и любовница повели себя одинаковым образом, обе побежали в комиссионные магазины сдавать подарки. Обозначились несколько случаев заболевания оспой в Москве, окончившихся летальным исходом. Больницу закрыли на карантин, было принято решение вакцинировать оспеной вакциной все население Москвы. Всего во время данной вспышки в Москве от Кокорикина заразилось 19 человек, 7 родственников, 9 человек персонала и 3 пациента больницы, в которую он был госпитализирован с нераспознанной оспой. От них заразились еще 23 человека и от последних – еще трое. Три из 46 заразившихся скончались. Массовая вакцинация В Америке, Азии и Африке оспа держалась еще почти 200 лет после изобретения вакцинации. В 20 веке вирус унес жизни 300-500 миллионов человек. В конце 1960-х годов оспа поражала 10-15 млн непривитых людей. В 1958 году замминистра здравоохранения СССР ВМ Жданов выступает на КСИ-сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с программой искоренения оспы во всем мире – 46. За выступлением последовала резолюция WHA 11-54, единогласно принятой ассамблеей и положившая начала кампании по борьбе с оспой. В 1967 году Всемирная организация здравоохранения ВОЗ принимает решение об интенсификации искоренения натуральной оспы с помощью массовой вакцинации человечества. Последний случай заражения натуральной оспой естественным путем был описан в Сомали в 1977 году. В 1978 году зафиксированный последний случай лабораторного заражения. Официально об искоренении оспы было объявлено в 1980 году на ассамблее ВОЗ, чему предшествовало соответствующее заключение комиссии специалистов, вынесенное в декабре 1979 года. Затраты на кампанию по ликвидации оспы с 1967 по 1979 год составили 298 миллионов долларов США, примерно 2,16 миллиарда долларов в ценах 2018 года, или 29 миллионов долларов в год. 200 миллионов долларов выделили африканские страны, для которых оспа являлась эндемическим заболеванием, остальные 98 миллионов долларов предоставили другие страны мирового сообщества. С 1958 по 1979 год СССР предоставил полтора миллиарда доз вакцины против оспы, а также направлял специалистов в места распространения заболевания в азиатских и африканских странах. 46. Натуральная оспа – первая из двух инфекционных заболеваний, вторая – чума крупного рогатого скота, побежденная с помощью массовой вакцинации. Прививки против натуральной оспы в СССР прекратились в 1978-1982 годах. Вакцинация в 21 веке. В 2001 году в США президент Джордж Буш-младший приказал привить от оспы всех военнослужащих, после того как были разосланы споры сибирской язвы и возникла угроза применения оспы как биологического оружия. Этиология и патогенез. В типичных случаях оспа характеризуется общей интоксикацией, лихорадкой, своеобразными высыпаниями на коже и слизистых оболочках, последовательно проходящими стадии пятна, пузырька, пустулы, корочки и рубца. Возбудитель оспы относится к вирусам семейства паксверида, подсемейство чердопаксверида, род архопаксвирус, содержит ДНК, имеет размеры 200-350 нанометров, размножается в цитоплазме с образованием включений. Вирус натуральной оспы имеет антигенное родство с эритроцитами группы о крови человека, что обусловливает слабый иммунитет, высокую заболеваемость и смертность соответствующей группы лиц. Он устойчив к воздействию внешней среды, особенно к высушиванию и низким температурам. Он может, в течение многих месяцев, сохраняться в корочках и чешуйках, взятых с оспин на коже больных, в замороженном или афилизированном состоянии и остается жизнеспособным несколько лет. Натуральная оспа относится к антропонозам и представляет собой высококонтагиозную, особо опасную инфекцию. К оспе восприимчивы все люди, если у них нет иммунитета, полученного в результате перенесенного ранее заболевания или вакцинации. Натуральная оспа была широко распространена в Азии и Африке. Является воздушно-капельной инфекцией, однако возможна инокуляция вируса при непосредственном соприкосновении с пораженной кожей больного или инфицированными им предметами. Заразность больного наблюдается на протяжении всего заболевания, от последних дней инкубации до отторжения корочек. Трупы умерших от оспы также сохраняют высокую заразность. При вдыхании зараженного воздуха вирусы попадают в респираторный тракт. Возможно заражение через кожу при вариоляции и трансплацентарно. Вирус поступает в ближайшие лимфатические узлы и далее в кровь, что приводит к виремии. Гематогенно инфицируется эпителий. Здесь происходит размножение вируса, с чем связано появление энантемы и экзантемы. Ослабление иммунитета ведет к активации вторичной флоры и превращению визикул в пустулы. Вследствие гибели росткового слоя эпидермиса, глубоких нагноительных и деструктивных процессов формируются рубцы. Может развиться инфекционно-токсический шок. Для тяжелых форм характерно развитие геморрагического синдрома. Симптомы При типичном течении оспа инкубационный период длится 8-14 дней. Начальный период характеризуется ознобом, повышением температуры тела, сильными рвущими болями в пояснице, крестце и конечностях, сильной жаждой, головокружением, головной болью, рвотой. Иногда начало болезни мягкое. На 2-4 день на фоне лихорадки появляется инициальная сыпь на коже либо в виде участков гиперемии, кореподобная, разиолезная, эритиматозная, либо геморрагическая сыпь по обеим сторонам грудной клетки в области грудных мышц до подмышечных впадин, а также ниже пупка в области паховых складок и внутренних поверхностей бедер, треугольник симона. Кровоизлияние выглядит как пурпура и даже как экхимозы. Пятнистая сыпь держится несколько часов, геморрагическая, более продолжительное время. На 4 день наблюдается снижение температуры тела, ослабляются клинические симптомы начального периода, но появляются типичные оспины на коже головы, лица, туловище и конечностей, которые проходят стадии пятна, папулы, пузырька, пустулы, образование корочек, отторжение последних и образование рубца. Одновременно появляются оспины на слизистой оболочке носа, ротоглотки, гортани, трахеи, бронхов, конъюнктивы, прямой кишки, женских половых органов, мочеиспускательного канала. Они вскоре превращаются в эрозии. На 8-9 дни болезни в стадии нагноения пузырьков вновь ухудшается самочувствие больных, возникают признаки токсической энцефалопатии, нарушения сознания, бред, возбуждение, у детей, судороги. Период подсыхания и отпадения корок занимает около 1-2 недель. На лице и волосистой части головы образуются многочисленные рубцы. Изменение крови характеризуется лейкоцитозом, при тяжелых формах имеется резкий сдвиг влево с выходом в кровь миелоцитов и юных клеток. К тяжелым формам относятся сливная форма, вариола конфлуенос, пустулезно-геморрагическая, вариола хомархеджика постулеса, так называемая, черная оспа, и оспенная пурпура, перпура вариолоса, при которой развиваются массивные кровоизлияния в кожу. В особо тяжелых случаях смерть наступает еще до появления высыпаний. У привитых противооспенной вакциной оспа протекает легко, вариолоид. Основными ее особенностями являются продолжительный инкубационный период, 15-17 дней, умеренные явления недомогания и других признаков интоксикации, истинная оспенная сыпь необильная, пустулы не образуются, рубцов на коже не остается. Воздоровление наступает через 2 недели. Встречаются легкие формы с кратковременной лихорадкой без сыпи и выраженных расстройств самочувствия, вариола синексантимейт, или только в виде необильной сыпи, вариола афебрис. К возможным осложнениям относятся энцефалиты, менингоэнцефалиты, пневмонии, панафтальмиты, кератиты, эриты, сепсис. Клинические проявления болезни являются основанием для специфических исследований. Для анализа берут содержимое визикулы, пустулы, корочки, мазки слизи из полости рта, кровь. Присутствие вируса в образцах определяют с помощью электронной микроскопии, микропрецепитации в агарии и монофлюоресцентным методом, с помощью ПЦ. Предварительный результат получают через 24 часа, после дальнейшего исследования, выделения и идентификацию вируса. Лечение и профилактика. В настоящее время, в случае возрождения данного заболевания, для его лечения могут применяться противовирусные препараты, метисазон по 0,6 грамма два раза в день курсом 5-6 дней, противооспены и моноглобулин 3-6 мл внутримышечно. Для профилактики присоединения бактериальной инфекции на пораженные участки кожи наносятся антисептические препараты. При наличии бактериальных осложнений больным назначаются антибиотики широкого спектра действия, полусинтетические пенициллины, макролиды, цифалоспорины. Проводятся мероприятия, направленные на детоксикацию организма, к ним относятся введения коллоидных и кристаллоидных растворов, в некоторых случаях проводится ультрафильтрация и плазмоферез. В конце XIX века доктор В.О. Губерт предложил лечение оспы путем ежедневных повторных прививок противооспены вакцины уже зараженным людям, как до появления симптомов болезни, так и во время ее течения. В результате данного лечения удавалось значительно смягчить течение заболевания, сделав его менее тяжелым. Биологическое оружие на основе оспы. В 1763 году во время осады форта Пит британские офицеры предприняли попытку заразить оспы осаждающих форт индейцев, передав им одеяло из карантинного барака. Оспа также использовалась в военных целях в 1776 году во время американского вторжения в Канаду. Во время Второй мировой войны ученые из Великобритании, США и Японии были вовлечены в исследования по созданию биологического оружия на основе оспы. По информации американского ученого Кена Алибекова, СССР создал фабрику оспенного оружия в 1947 году в городе Загорске, в 75 километрах к северо-востоку от Москвы. Оспа никогда не считалась эффективным оружием из-за широкой доступности противооспенных вакцин. В 1980 году Всемирная организация здравоохранения объявила об элиминации оспы, однако правительство США считает, что возбудитель натуральной оспы все еще может быть использован в качестве биологического оружия. Так, в июле 2018 года, в соответствии с программой правительства США по борьбе с угрозой применения БО, USFDA зарегистрировала первый препарат тикаверимат, тикаверимат, для лечения болезни. Исследования эффективности препарата проводились на животных, так как полноценные клинические исследования противоречат этическим соображениям. Результат опытов показал, что получавшие тикаверимат животные жили дольше тех особей, кому вводилось плацебо. После безопасность тикаверимата была исследована при участии 359 здоровых добровольцев, а самым распространенным побочным эффектом на препарат являлась головная боль, тошнота и боль в животе. Вирус натуральной оспы в настоящее время Считается, что в настоящее время вирус натуральной оспы существует только в двух лабораториях в мире, в ГНЦВБ, Вектор, Россия, и в CDC, США. Многие эксперты призывают к их уничтожению в целях безопасности. В июле 2014 года шесть пробирок с вирусом были обнаружены в забытой картонной коробке на складе в компусе Института здравоохранения в Мориленде. Компетентные органы не исключают, что этот случай не единичен. Было установлено, что вирус сохранял жизнеспособность. 24 февраля 2015 года пробирки были уничтожены под надзором представителя ВОЗ. В ноябре 2021 года в лаборатории компании Мерск были обнаружены 15 «сомнительных» пробирок с этикетками «натуральная оспа» и «вакцина» во время очистки морозильной камеры. Это вызвало серьезное беспокойство по поводу безопасности. FBI и CDC проводят совместное расследование о происхождении и содержимом этих пробирок. В 2010-е годы проходила информация о появлении натуральной оспы в отдаленных районах Африки, в том числе от российских врачей. Из-за того, что современные врачи на практике уже не сталкивались с натуральной оспой, они могли спутать ее с другими похожими, но менее опасными для человека заболеваниями «ветрянкой» оспой обезьян. Знаменитые жертвы оспы. Мария II, королева Англии. Иосиф I, император Священной Римской империи. Луиса Ай, испанский. Покахонтас. Уайна Капак, инка. Куетлоуак, правитель ацтеков. Петр II. Людовик XV. Шехзади Мехмед, сын османского правителя султана Сулеймана Ай. Японские императоры, император Гокоме, император Хигасиема, император Камэй, по официальной версии, подозревали в отравлении. Амурсена, айратский Найон, последний правитель джунгарского ханства, 1755-1757. Император Тунчжи, десятый император маньчжурской династии Цин и восьмой император Цин, управляющий Китаем, за две недели перед смертью опубликовал обращение, «Мне повезло в этом месяце заразиться оспой».